Шкафы для файлов Шкафы для файлов Но это слишком дорогая система для моделей, не являющихся массовой продукцией. Поэтому для изготовления недорогих или специально заказанных шкафов на фабрике используют пресс с числовым программным управлением. Это оборудование работает гораздо медленнее, чем прессы, которые мы только что видели. Преимуществом является то, что его можно запрограммировать на высечку деталей любого размера, формы или конструкции, какими бы сложными они ни были. Некоторые детали шкафов необходимо согнуть для придания правильной формы. Это делается вручную с использованием специальных гибочных прессов. Эта деталь станет верхней частью шкафа для файлов. И у нее будут плотные и прочные швы. Это специальный гибочный станок. Он используется для гибки только одной конкретной детали – дверцы шкафа. Фабрика производит эти дверцы в таких количествах, что использование для их изготовления специального станка полностью окупается. На дверце также по всему периметру края загибаются книзу. Таким образом, что создается кромки шириной 1 см и плотные угловые соединения. Основание шкафа изготавливается из того же самого листового металла, что и все остальные детали. Чтобы ящики смогли выдержать большой вес, ставится дополнительное усиление. Для того, чтобы соединить вместе задние боковые стенки шкафа, автоматизированный сварочный аппарат выполняет так называемую контактную сварку, спаивая металл с помощью высокой температуры и электрического тока. На других сварочных аппаратах задние боковые стенки приваривают к верхней части. После этого рабочий приваривает основу, используя такой тип сварки, при котором в соединение добавляется дополнительный металл, чтобы шов был прочнее. Изделия, выпускаемые в малых количествах, сваривают вручную. Например, эти маленькие шкафы для файлов, которые можно закатить под стол. В цехе покраски вращающиеся распылители покрывают шкафы красящей смесью, которые содержат синтетические смолы для большей стойкости. Эти распылители придают частицам краски отрицательный электрический заряд. Те притягиваются к положительным зарядам, на шкафах создавая прочное и ровное покрытие. 20 минут в печи, чтобы покрытие высохло, и можно приступать к сборке. Необходимо поставить скользящие опоры на шарикоподшипниках, на которых будут держаться ящики. Полозья для складывающихся дверей. И ограничители, которые не дадут дверцам выскочить из полозьев. А еще замки, которые запирают одновременно обе стороны обеих дверей, чтобы файлы, находящиеся внутри, были недоступны посторонним лицам. Последняя операция — это установка дверей и ящиков с использованием резинового молоточка, чтобы не повредить отделку. Итак, в следующий раз, когда вы захотите выкинуть громоздкий шкаф для бумаг, помните, что офис без бумаг — это всего лишь фантазия. Продолжение следует...